Желающих стать кадетами с каждым годом становится все больше. Как правило, конкурс не меньше пяти человек на место. В этом году только в Оренбурге число претендентов достигает почти 300 человек, а будет зачислено лишь 60. Еще 60 мальчишек будут зачислены по результатам экзаменов, которые они сдадут в других городах. Впервые за все небольшое, правда, время существования президентских училищ и да и суворовских кадетских корпусов тоже. Сегодня мы можем принимать детей всех желающих. То есть те, кто по состоянию здоровья, по своим хорошим отметкам в школе, ну и, конечно, по желанию учиться, плюс спортивная подготовка. Поэтому таких сегодня детей у нас много. И конкурс, соответственно, даже по заявлениям на старте такой существенный, скажем. Отбор в кадетское училище серьезный. Мальчишки издают математику, русский язык, иностранный и проходят психологическое тестирование, которое здесь считается одним из важнейших испытаний. Мы смотрим, насколько ребенку будет здесь у нас комфортно. То есть психологический экзамен, он и складывается из того, из нескольких пунктов. То есть ему интересно ли это, важно ли это для него обучение именно в Оренбургском президентском кадетском училище. Ребята рассказывают о своих увлечениях, дают сами себе оценку, говорят о слабых сторонах характера. Суэта психологам необходимо, чтобы лучше узнать ребенка и понять, готов ли он к тем нагрузкам, которые его ждут в кадетке. Кстати, аспект готовности показывает и медкомиссия, которая, признаются родители, посерьезнее, чем при устройстве на работу. То, что касается медицинской стороны, это, ей-богу, как в космос их готовят. Мы столько врачей прошли, которых было даже некоторых проблематично найти в городе. Каких-то из врачей только в детской хирургии, где-то только платные. Ну, в общем, это было очень сложно, потому что везде записываться, везде все заранее. Все эти анализы крови, гепатиты, ВИЧ и все что угодно. Очень много. Результаты всех испытаний станут известны в середине августа. Именно тогда будет подписан приказ о зачислении. Только самые умные, талантливые и способные станут кадетами. И уже следующий учебный год для них начнется с китайского языка, плюс углубленного изучения еще одного иностранного и робототехники. В общем, ждет здесь, ребят, немало интересного. Татьяна Кашилко, Семен Воробьев, Новости дня.